Велогонщики Продолжать участие травмированный велогонщик не смог, а на линии началась нешуточная борьба за лидерство. Сильнейшие велосипедисты вырвались вперед. Развязка была ясна уже к концу гонки. На финишной прямой появилась первая четвертка участников. Ими оказались алматинские велосипедисты. Спустя несколько секунд на финишном створе показалась команда Южно-Казахстанской области в составе лидера генеральной классификации в «Желтой майке». Как позже признался Султан Миралиев, для победы им не хватило сложенности. Народа не хватило, команды нет. Победа в первом этапе велом многодневки досталась команде Алматинской области. Как признается победитель первого этапа гонки, ему удалось поймать момент на последнем круге гонки и одержать победу. Я увидел, когда уже двое пацанов отъехали. Я смотрю, ну они уже уезжают на глазах, а я как бы себя нормально чувствовал. Ну и решил попробовать отъехать. Стрельнул, отъехал, потом к нам еще один переложился и все, мы четвером уехали. И так до финиша доехали. Первая тройка победителей первого этапа велом многодневки уже определена. Этап сегодняшний выиграл Цой Владимир, это представитель Алматинской области. Вторым был Стальнов Никита, это город Алмата, велоклуб имени Винокурова. И третьим был Сатликов Максим, это представитель Астаны. Время у нас будет считаться по сумме нескольких этапов и на сегодняшний день лидером генеральной классификации Миралиев Султан Мурат является представитель Южно-Казахстанской области. Во втором этапе гонки «Критериум» над дистанцией в 40 километров Султану Миралиеву удалось сохранить лидерство в генеральной классификации с правом выступления в двух метрах от общей команды. Лучшее время показали спортсмены команды «Вина Форева» Северо-Казахстанской области, разделившие между собой три призовых места. Это Жандос Бежигитов, Степан Астафьев и Александр Шушимония. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...